всем привет меня зовут майкл наки это свежая сводка с русланом левиевым беспилотник который долетел аж до калужской области о чем сообщает местный губернатор подробности инцидента беспилотника который собственно да подлетал летел ли он на москву летел ли он еще куда-то большой большой вопрос в общем обо всем этом сегодняшнем видео а также о том что происходит на поле боя и об обсуждаемых видео которые сейчас есть сети по поводу там казни убийства всего такого обо всем этом говорим сегодняшний сводки руслан отвечает на популярные претензии и возможно генерит новые к нему претензии обо всем этом сегодняшнем видео ставьте лайки пишите комментарии о вы напишите я уверен и подписывайтесь на канал чтобы распространить эту сводку как можно больше ну а вот наш разговор с русланом левиевым по части фронта у нас события пока образуются так же как они развивались и предыдущие дни то есть тяжелые бои идут пока продвижение каких-то больших нету за некоторыми несколькими нюансами исключениями которых и сейчас расскажу во первых я пожал начала с угольдара дома мы ориентируемся на те на то что пишет украинские военный офицер которые действуют под ником татаригами в твиттере он на вчера писал следующее что утром атак каких-то таких масштабных не было на угольдар но вечером и началась уже другая атака российская есть даже кадры части этой атаки на ней мы видим вот как это здесь в этом кадре 12 единиц техники и если посмотреться то там видно еще и пехота которая идет недалеко от техники в разных местах это вот часть этой атаки был заявляется пока что украинской стороной что это атака была не просто отбитой был а было прямо уничтожено много техники некоторые как там 30 единиц техники некоторые говорят что типа 10-15 но пока что фотографии или видеозаписи и подбитой техники мы не видели поэтому не можем пока что подтвердить что просто как к такой креста техники было уничтожено хотя ориентируясь на все предыдущие дни мы же видим что раз за разом морская пехота посылает свои силы в атаку на угольдар и каждый раз и их отбивают так что в принципе звучит звучит правдоподобно о том что уничтожили много техники но пока что мы вот этого доказать не можем по части бахмута ситуация следующая сейчас там мы вот лично мы как сколько наблюдаем по за бахмутом вот по вот таким открытым источником судим за другими военными экспертами смотрим видеозаписи которые публикуют обе стороны как российская такие украинская какие-то большие в продвижении не заметили вот кроме тех которые я освещал предыдущих сводках о том что идут бои в частном секторе на северо-востоке бахмута этот максимум что было из-за в контексте продвижений но вчера была публикация такая где украинские командиры его зовут денис ярославский одного из подразделений который воюет а там под бахмутом он давал комментарии телеканалу настоящее время и он там сказал следующее что враг занял частично город промзону и частичный сектор по реку река там бахмутка и он вообще в городе что типа будто бы россияне заняли больше трети бахмута это довольно таки много давайте еще покажу по бахмута вот примечательная деталь вот там как оценивать масштабы так по deep state это не очень видно давайте я приключусь на какую-нибудь другую карту сейчас открою может наверное google maps так по нему будет понятней так бахмут вот так вот у нас бахмут включу сейчас режим спутниковых снимков вот так и вот здесь плоховато видно но вот этот линия которая идет вот с севера на юг это та самая река бахмутка но там даже даже подписано она грубо говоря отделит город на две неравные части вот восточная где вы как видите один такой в основном частный сектор то есть очень малоэтажная застройка и вот конкретно на северо-востоке и я говорил про те видеозаписи где мы видим что там и тут бои попытаются наступать десантники и вот исходя из того что говорит денис ярославский украинские военный звучит это так будто бы вот в эту восточную часть бахмута по самую реку бахмутка типа как будто бы российские силы там либо заняли либо как как-то контролирует в общем ситуации там с этим тяжелой и вот оттуда и получается что как будто бы больше трети бахмута заняли то что бой больше половины бахмута находится на другом берегу реки бахмутка там краски и такая капитальная застройка как видите есть и она под контролем украины а вот частный частный сектор там как раз таки идут тяжелые бои пока что подтверждений этому его словам мы не видели то есть мы не видели видеозаписей которые можно было бы геоцировать еще южнее тех видео про которые мы уже говорили что они там допустим не только на северо-востоке а в целом на востоке бахмута то есть ближе к центральной части или на юго-востоке пока что ничего такого мы не видели поэтому только вот заверения конкретно украинского военного мы пока не можем этого потратить но из интересных деталей которые тоже упомянул в своем комментарии что по его оценке сейчас наступают на бахмут не вагнеровцы наемники а как раз таки регулярные части вот как он говорит дальше я цитирую его они разговаривают на профессиональном военном языке это действительно все критерии и действия подтверждающие что это регулярная армия россии да она обучена это нельзя недооценивать даже если это мобилизованы они частично разбавлены больше в большей степени это все-таки регулярщики как он говорит ну то есть смысле как кадровые военные персонали но они обучены они работают глазами воздухе точно так же как и мы работают дронами систематический провод просматривать все территории они обучаются нужно признать что противник учится противник сложные легкой прогулки здесь нет очередное такое косвенное подтверждение то что все то что там говорит пригожин что типа это вот наши наемники там штурмуют солидар бахмут другие районы ну это полнейшая чушь но он просто да конечно не согласен они они наверно тоже предпринимают атаки и на бахмут и на другие районы сейчас пытаются продвинуться но эффективность их крайне низкая и основной если если где-то продвигаются российские силы это как правило продвигается за счет своей элиты конкретных десантников или маропехов и корис мы говорим в контексте угледаром а так самих изменений линии фронта мы вот за текущие сутки не заметили вот это пока только единство словесное заявление от украины с украинской стороны что якобы есть такое продвижение по бахмуту отдельно бы немного так пересказал к большой трет известного западного эксперта по россии и украине майкла кофмана он в целом как бы условно так подвел итоги то что происходит сейчас сделал свои оценки что можно ожидать о дальнейшем что самого интересного он сказал он считает что вот это вот то что анонсируется какое-то там масштабное наступление россии или что-то в этом роде скорее всего она ограничится территориями донецкой и луганской областей то есть она не ожидает что будет какое-то новое наступление по направлению на харьков на киев на суммы скорее всего это вы только донецкая луганская область потому что сил для того чтобы наступать там на харьков киев другие новые направления их нету лета конечно конечно я сделаю сделаю свою ремарку что если внезапно объявят всеобщую мобилизацию как я уже не раз говорю и там призовут там до миллиона человек тогда в принципе можно будет говорить о каких-то новых направлениях но пока таких планов мы не видим и вот поэтому он и говорит что скорее всего масштабное наступление которое все говорят это будет донецкая луганская область и вот по мнению майкла кофмана следует ожидать наступление россиян по линии направлении сватого кримина я конкретно от криминой в сторону лимана наступать которые россия потеряла уже давным-давно и его освободили украинские войска а если грим проводим донецкой области то это соответственно углидар что мы собственно сейчас и и и видим и и он вообще подводит такой промежуточный итог что судя потому что мы видим в эти продолжающиеся атаки на углидар и вдоль всей стены линии фронта там на востоке украины то в принципе можно сказать что этот масштаб наступление которые все анонсировали она практически уже фактически уже началось просто но вот постепенно вот так вот разгорается вот и это важный момент потому что меня в последние дни часто вот это спрашивают продать и все эти анонсы больших наступлений и как я и говорил в комментариях прессе умели что у меня есть такое ощущение что военные эксперты и аудитория воспринимают эти слова совершенно по-разному что когда аудитория которые не разбираются там военных терминах впрочем когда они слышат слова про то что будет большое наступление россии то наверное у них в голове рисуется картинка как а очередной заход со стороны белоруссии на киев вот эти вот колонны которые прорываются к сторону киева а при этом было одновременно с этим военные чиновники военные эксперты могут иметь совсем другое например то что с других линий фронта снимут часть сил и перенаправить их сконцентрировать силы на каких-то там отдельных участках углидар лиман в смысле направлении на блеман то есть каменная сватова бахмут и дальше после направлений на славянской на кого-то русск скорее всего все-таки бежит как к этому второму варианту имеется ввиду когда это большом наступлении российском дальше он на также подводит этот итог по части того как мобилизация повлияла на всю ситуацию на линии фронта он отдельно подчеркивает что мобилизация помогла россия стабилизировать линию фронта тем более когда российские войска ушли с правого берега днепра и из херсона получается линия фронта сильно сократилась для российских сил и это позволило резко увеличен увеличить насыщенность вооруженными силами оккупированных территорий то есть мало того что сократился линия фронта так еще и пришла и мобилизация это позволило также увеличить численность личного состава на земле и создать резервы которые в принципе могут составлять там до 150 тысяч человек мобилизованными о которых мы говорим но уровень подготовки этих мобилизованных по-прежнему неясен и скорее все-таки все-таки низкий то есть они под как он пишет они видимо подходят для того чтобы там упорно держать оборону занятых позиций захваченных территорий но плохо годятся для того чтобы ввести какие-то серьезные наступления по новым участкам ну там новым старым участком участком фронта или чтобы там восполнять потери элитных частей там десантников морпехов для этого не плохо подходит для обороны окей а вот для наступления скорее все таки не так хорошо подходит он комментирует также цифру которая недавно прозвучала с украинской стороны не помню кто называл то ли буданов кто ли другой что по их оценке по украинской оценке сейчас на фронте воюет 320 тысяч человек российских военных примерно так майкл говорит что по его ощущениям цифра точнее число число завышено и скорее по его ощущениям воюет там порядка 250 тысяч человек российских военных прямо сейчас на линии фронта ну плюс держим в уме еще что есть выбирать на резервы темы среди тех мобилизованных там до 150 тысяч человек вот салам он говорит что мобилизован они оказались не такими бесполезными как многие пытаются не за так высмеивать шутить говорить все-таки какую-то силу они действительно представляют по части бахмута он отдельно отмечает что взятие бахмута мало что даст российским силам потому что как раз таки у украинских сил дальше линии обороны очень хорошо укреплены там в районе славянска краматорска а поддержать наступление на славянск на краматорск с севера или с юга у российских сил не получится потому что почему с севера не получится потому что для этого нужен был изюм и лиман изюм и лимана украинские силы освободили почему с юга не получится потому что не не удается пока что там никак продвинуться там с юга от донецка и вообще на том направлении Поэтому каких-то прям сильно больших перспектив взять Бахмута, если оно произойдет, для российских сил оно прям больших перспектив особо не откроет. По части перспектив украинских сил он отдельно описывает, что сейчас для украинских сил даже более, наверное, важная битва это по направлению как раз таки Сватовая Кременая. Потому что если удастся освободить Кременую, дальше открывает путь на город рубежный и дальше там освобождать его. И в целом на этом направлении там же находится еще Старобельск, который является важным логистическим хабом для российских сил. И именно поэтому битва на направлении на Сватовую Кременая в принципе стратегически гораздо более важна, чем битва за Бахмут. Такое его мнение в целом по этой ситуации. Предсказал Третт максимально коротко. Из-за других важных событий мы отметили очередное попадание, предположительно, по складу боеприпасов в Новой Каховке. Есть такая ночная видеозапись, где масштабный пожар. Правда, поскольку снято издалека, мы не слышим ничего на фоне. То есть непонятно, есть ли там звуки вторичной детонации или нету. Неясно. Поэтому не готовы прям так однозначно подтвердить. Многие вчера обсуждали, и ты мне тоже скидывал эту новость, про беспилотники. Один из которых долетел почти что до Калуги. Да, то есть довольно далеко залетел, надо сказать. 300 километров. Но что даже важнее, даже не то чтобы расстояние, а то, что это по направлению к Москве. То есть там до Москвы оставалось не так много. Покажу, начну с фотографий. И сразу прям самого важного момента. То, что вот тот беспилотник, который упал под Калугой, у него обнаружили, что к нему прикрепили авиабомбу ОФАП-100-120. Осколочно-фугасную авиабомбу. Вот это ее обломок, ее корпуса. Тут я скорее соглашусь с идентификацией, что это ОФАП-100-120. И предполагается, что он упал, потому что он летел на очень низкой высоте. И банально задел в верхушке деревьев, и поэтому упал. Мы тоже скорее склонны к этой версии говорить. Потому что мы внимательно изучили этих фотографий. Кстати, да, там еще обнаружили, что он помимо авиабомбы был начинен так называемыми флэшетами. Это такие поражающие элементы. Не подумайте, это не какие-то гвозди кустарно изготовленные, вручную кому-то там напиханные. Нет, это прям такое заводское исполнение. Есть прям специальные снаряды вот с такими флэшетами. Так вот, мы внимательно изучили эти фотографии всех этих облонков. И как-то не увидели никаких следов поражения этого беспилотника каким-нибудь зенитной ракетой. То есть мы не видим здесь свидетельств того, что беспилотник был именно сбит. Больше похоже на то, что реально из-за того, что он летел на очень низкой высоте. А это необходимо для того, чтобы преодолеть ПВО. Видимо, он задел деревья и упал. Мы не знаем, куда конкретно он летел, потому что он упал. Может быть, он летел прямо в Москву. Может быть, он летел в Калужскую область или в Подмосковье куда-то. Проблема просто в том, что здесь предположить даже трудно, потому что в Подмосковье прям очень много всяких войсковых частей и разных военных объектов. В любой из них он мог лететь. И в каком-то смысле получается, как будто бы все вот эти комплексы ПВО, панцири С-300, С-400, которые ставят в Москве, как будто бы оправданы. Ну, наверное, в каком-то смысле да. Но даже если представим, что вот этот, конкретно вот этот бесплотник бы долетел до Москвы с прям с авиабомбой, ОФАП-100-120, в принципе, 120 килограмм боевой части, это уже немало. И еще с флашетами. Но даже такого размера боевая часть прям, ну, сильно больших повреждений какого-нибудь здания прям не причинило бы. То есть были бы какие-то разрушения, но вряд ли бы получилось, не знаю, там, разрушить часть здания Минобороны или прям на Кремле что-то серьезно причинить. Скорее, это был бы больше такой имиджевый удар и в целом сигнал того, что насколько Россия не защищена. Даже вот в центре принятия решений, назовем их так. То есть, ну, да, это тоже был бы важный шаг. Вот, но здесь это уже больше спекуляции, потому что мы в итоге не знаем еще, куда он летел. Может, в Москву, может, нет. И на самом деле было даже два бесплотника. Потому что буквально через несколько часов после публикации фотографии первого бесплотника появились сообщения про второй, который был сбит на территории Украины в Сумской области. Сообщается, что он был сбит в результате дружественного огня. То есть украинские ПВОшники увидели какой-то летящий объект, который, ну, залетел без объявления воздушной тревоги, приняли его за российскую там либо ракету, либо что-то в этом роде. И якобы его сбили. И он упал там в Конотопском районе. Опять же, мы тоже здесь изучили внимательно все вот эти вот фотографии, которых немного. И, честно говоря, здесь тоже мы не видим никаких следов поражения зенитной ракеты. Как бы это не говорит о том, что он точно не был поражен. Может быть, просто недостаточно фотографий. Может быть, где-то в другом месте эти следы есть. Но мы их не увидели. Поэтому, может быть, реально в результате дружественного огня был случайно сбит украинскими же ПВОшниками. А может, какая-то там тоже техническая неисправность или тоже задел какие-нибудь деревья. Такое тоже возможно. Но факт в том, что изначально, видимо, в сторону Москвы или в сторону России запускали именно два бесплодника. Это, опять же, те же самые бесплодники Ту-141 «Стриж» реактивные, которые мы уже не раз видели, которые уже прилетали много куда. И в Белгород, и другие районы России. Вот это то, что известно нам в данный момент по этим беспилотникам. Так, что еще хотел сказать. Пришла новость опять из Великобритании. Помимо того, что там началось обучение на танке «Челленджер-2» украинских военных, там сейчас начали обучать и на самоходные артиллерийские установки АС-90, которые Великобритания тоже пообещала в Украине. Появились такие интересные фотографии, красивые, неизвестно откуда из Украины, но на ней что мы видим? Панцергаубицу, которая стреляет, мы даем особо внимания определить на снаряд, видно, что у него есть ракетный двигатель, то есть это активно-реактивный снаряд, который позволяет ему лететь сильно дальше, чем обычному сряду, на значительно большее расстояние. Ну, в общем, в целом, просто красивые фотографии, и, как мы видим, используют дальнобойные снаряды здесь тоже. Вообще, и поскольку у нас новостей за сутки было не так много, я, наверное, тогда, чтобы как-то более объемная сводка была, внимание уделю той новости, которую я изначально не планировал, включать сводку, и она длится уже давно, и, исходя из которой сейчас там бурлит Twitter, особенно у меня в Мэншенс, и многие там, в черной раз там называют меня, что я как будто бы я там за Путина, что я там агент ФСБ и так далее. В общем, о чем речь? Появилась недавно видеозапись из Красной горы. Напомню, что Красная гора, это у нас чуть севернее Бахмута. Сейчас я открою карту, где у нас тут... Вот он, Бахмут. Ну вот и к северу от Бахмута Красная гора, чуть южнее Солидара. То есть это передняя линия фронта, вот непосредственно. Что мы видим на видеозаписи? На видеозаписи мы видим... Не видим никакого боя, там сразу последствия. Там какая-то постройка, какое-то помещение, и мы видим тела убитых украинских военных. Они в форме, некоторые из них не обуты. При этом важна обстановка вокруг, которой я особо внимание уделил. Мы видим там эти деревянные палеты, которые часто в таких условиях используются вместо кровати. То есть берешь деревянный палет, кладешь что-нибудь сверху, не знаю, там куртку, что-нибудь найдешь, чтобы более мягко было, и используешь как кровать. Мы видим там много цинков, то есть вот эти вот коробки с патронами для стрелкового вооружения. Мы видим там стоящий пулемет Браунинг, который прям заряжен, просто готов уже к огню. Мы видим стоящие у стены, как бы вместе в ряд вставлены автоматы Калашникова. И в разных местах, собственно, мы видим убитых украинских военных в форме украинской. По одному из них видно, по украинскому военному, что он лежит на спине, он убитый, у него голова как бы свисает как бы вниз, то есть он как бы на чем-то лежит, наверное, на деревянном палете. И под ним в районе головы натекло много крови. Исходя из этого, очень многие сделали вывод, что это была казнь военнопленных, и им прострелили затылки. Мы, поскольку очень тщательно относимся ко всем заявлениям и доказательствам, мы внимательно прям покадрово просмотрели всю видеозапись, и там ни у одного из них не видно, где именно ранение. То есть там нельзя понять, там затылок или не затылок. И вообще, важный момент. Я понимаю, что мало кто изучал судебную медицину, но если кому-то стреляют в затылок, то мы увидим большое выходное отверстие где-то вот в районе лица здесь. А там у этого убитого украинского военного, которого, как заявляют, что якобы его казнили выстрелом в затылок, выходного отверстия на лице нигде-либо спереди нету. То есть вообще нету. А то, что натекла кровь в районе головы, она точно так же могла дотечь из шеи, пулевой ранения, например, в шею, где-нибудь в спину. Банально потому, что кровь — это жидкость. И она как бы, если ее много, она течет. И она может дотечь, что она натечет до самой головы. В общем, исходя из всей обстановки вокруг и исходя из всех кадров, для меня это выглядит так, как будто бы у украинских военных вот этих было какое-то вот, ну, временное расположение. То есть не прямо линия, где идут бои, а чуть-чуть дальше от линии фронта, где они могут, не знаю, передохнуть, перекусить, может там поспать, подготовиться к следующему бою. Они там располагались. И, видимо, в какой-то момент проникла диверсионная группа за линию боев дальше в тыл и застала их врасплох. То есть, забежали в помещение, увидели украинских военных и всех убили из автоматов. Где как был. Кто лежал, спал и там был необутым, убили. Кто там стоял, не успел сходить из автомата, тоже убили. И вот поэтому мы видим, что они как будто бы рядом, но не в линейку. То есть не видно, чтобы кто-то их там стоял, стоял в ряд и казнил выстрелом в затылок. И поэтому мы видим заряженный автомат Браунинг, поэтому мы видим цинки с патронами, и поэтому мы видим стоящие у стены автоматы. То есть мне тяжело представить, что было какое-то помещение с военнопленными, где рядом с военнопленными находились и автоматы, и патроны, и все прочее, прочее, прочее. И как сказал, самое важное, не видно именно самих кактовых хранений. Вокруг этого сейчас там бурлит очень много и там и твиттер, и телеграм-каналы, и прочее. И поскольку, как я и сказал, нам очень важен наш принцип, что если мы что-то заявляем, нужно иметь возможность это доказать. В данном случае возможность доказать, что там кого-то казнили в затылок, я не вижу. Потому что я не вижу вот конкретного стоп-кадра, где было бы видно вот входное отверстие хотя бы. Ни одного такого стоп-кадра нет. Более того... Агент ФСБ, понятно. Да, более того, вот со всеми теми, кто со мной в эти сутки спорил, типа, ой, ты, Руслан, опять ты там, типа, за своих российских солдат, а тут ты не признаешь. И я у каждого просил, типа, окей, вот видеозапись, дайте мне конкретный стоп-кадр, покажите, где там видно ранение, чтобы было понятно, куда попали. Ни один из них так и не предоставил стоп-кадр. Многие аргументируют это так, типа, окей, а вот ты говорил про Макеевку, ну, вот это видео, где расстрел российских солдат. Почему там ты уверен, а здесь ты не уверен? Говорят, что, типа, не можешь доказать. Ровно потому, что по ситуации с Макеевкой мы видим прямо на видеозаписи всю предысторию, то есть мы... Видео начинается вот прям с предыстории, как пытаются украинские военные взять солдат в плен, выходит пулеметчик, начинается стрельба. А вот в этом случае с Красной Горой мы предысторию не видим, мы не знаем, что там было. Мы видим сразу последствия, сразу вот убитые тела. Там не видно даже ни одного боя. Сразу просто убитые тела украинских военных. Поэтому мы всегда это оценим именно так, что если ты делаешь заявление, ты должен иметь возможность его доказать так, как будто бы ты уже выступаешь в суде. И в данном случае я этого не вижу. Если у вас есть другие аргументы, вы можете представить мне конкретный стоп-кадр, где прям будет видно вот входное отверстие, что это будет точно доказывать, что это стреляли в затылок. Пожалуйста, присылайте мне в Твиттер. Просто проблема в том, что я бы вам показал, я сейчас стоп-кадр, показал бы, что типа нет, не видно никаких отверстий. Но тогда Майкла забанят на Ютубе за такие кадры. Не стоит, да. В дополнительных материалах, к сводке, я думаю, мы можем их увидеть. В общем, да. Поэтому, если возможно, вы сейчас в ближайшие дни встретите очередные такие в телеграм-каналах заявления в духе того, что опять эти CIT такие проруссийские или что-то в этом духе, имейте в виду, что это просто история вот про это. Но, конечно же, сколько бы на нас там не обвиняли, не поливали говном или еще что-нибудь было, мы никак не отступимся, во-первых, от своих принципов, во-вторых, мы в любом случае всегда будем на стороне Украины. Мы считаем, что Украина должна победить. Я тогда тебе... Да, по этому инциденту. Я тогда тебя по-другому хочу спросить немножечко, тоже нашумевшему, про то, где вагнеровцы, видео, которое тебе попадалось, наверное, как заявляется на этом видео и как визуально мы частично видим, относят своего командира и фактически добивают его. Не кувалдой, правда, но, тем не менее, видел ли ты его и что-то о нем думаешь? Да, это тоже интересное видео. Тоже такой вот пример, типа, если вы что-то заявляете, вы должны заказать. Ну, то есть уметь доказать, как будто вы уже выступаете в суде и там есть адвокат обвиняемого и он будет с вами спорить. И вот, что мы видим? Две видеозаписи, но по ним четко видно, что это одно и то же место, потому что там видно одно и то же синее здание. На первой видеозаписи мы видим, как заявляется, что это наемники Вагнера. Ну, окей, допустим, это наемники Вагнера. Они тащат какого-то, видимо, раненого либо своего там коллегу-служивца-наемника, то есть там, ну, каждый держит там за ногу, за руку и постепенно оттаскивает его за здание. И на этом видео прорывается. На втором видео мы не видим, вот на уровне земли, мы видим вот максимум вот посюда людей, которые стоят за зданием. То есть видно вот их голову и вот плечо, те, которые могут стоять. И видно, как двое из них, вот явно так, с большим усилием махают кувалдой. Ну, или там молотом каким-то, не знаю, вот что-то в этом роде. Из этого здесь сделали такой, казалось бы, наиболее логичный вывод, что этого раненого отнесли за здание и там добили кувалдой. Похоже? Ну, окей, похоже. Но доказать я этого тоже не могу. То есть, может быть, и казнили, хотя казалось бы странно, типа, если он и так ранен, и типа, зачем его куда-то относить, и если вы хотите его там за что-то казнить, типа, почему не на месте казнить, типа, зачем забарайтесь. В общем, не ясно. Не знаю, может это для били чем-то по-другому, для чего-то там били, не знаю, расколоть что-то. Ну, то есть, вариантов может быть много, и вот все предположения о том, что они именно его казнили, там добивали, то это получается какая-то такая спекуляция. для суда точно не пройдет. Для заявления, как вот такого, для желтого заголовка отлично, да, годится. Для суда точно нет. Хорошо, ну, что ты тогда видишь на видео? Ну, ты же сказал, что мы видим, как за зданием вот эти двое человек, которые относили раненого, видно, что они махают кувалдой. Куда они там бьют? Там не кувалда, там топор, если я правильно помню. Ну, или топор, или топор. Ну, если топор, тогда это еще более, более похоже, что как будто бы не казнят кого-то, не знаю, там дрова рыбят, чтобы согреться, потому что там же снег вокруг. Такое тоже возможно. Так вот, и там просто есть еще вот эта вот монтажная склейка, типа, вот они относят, а вот в следующий момент они уже махают чем-то. Вот. Это все, что мы видим. Поэтому мы вывод сделать не можем. И, к слову, вполне допускаю, что вот по инциденту с Красной Горой там, возможно, есть тот самый случай, про который мне многие вот постоянно пытаются привести в доказательство, что, типа, вагнеровцы переоделись в украинскую форму, и они, в принципе, вот именно вот таким образом могли застать врасплох украинских военных, которые сидели там у себя на позиции. Может быть такое? Конечно, может. Но на видеозаписи тоже этого не видно, тоже не могу доказать, поэтому только это может быть только предположение вслух, не более того. В общем, вот такие принципы для нас очень важны, и мы стоим на них. Просто тогда довольно проблематично получается, то есть все, что мы с тобой обсуждаем, 300, сколько, 49 дней уже получается, ну, то есть предположения, которые ты и ваша команда строят, да, они как бы не то, чтобы на стопроцентных доказательствах, даже с той же Макеевкой, да, в суде скриншоты из ВКонтакте вряд ли будет принят как достаточное доказательство смерти того или иного человека. Нужен хотя бы труп, там хотя бы место захоронения, хотя бы что-то. И я так понимаю, что людей может смущать разница подходов к разным историям, и в чем, где проходит грань. Ну, то есть, когда предположение можно выдвигать, а когда нужно вот прям какое-то там железобетонное основание. Ну, как ты для себя это проводишь? Не то, что я тебя в чем-то обвиняю, просто мне самому интересно понять. Прямо такого строгого шаблона нет, потому что все ситуации разные. Где-то ты должен увидеть прям глазами, ну, например, типа заявляют, что, а вот наемники Вагнера переодевались в украинскую форму. Окей, вполне верю, но можете мне показать доказательства? Фотографии, видеозапись, где наемник Вагнера в украинской форме. Пока что я ни одной не увидел. Я помню, кстати, вот тоже где-то неделю назад была видеозапись, где тоже снимали позицию, я так понимаю, как я понял из видеозаписи, это была украинская оппозиция, которую штурмовали наемники Вагнера, они смогли убить некоторых украинских военных, но потом, видимо, им тоже кто-то дал бой, и в этом, там в одном месте есть и убитые украинские военные, и наемники Вагнера. И там на видеозаписи человек, украинский военный, который снимает обстоятельства, которые уже были после боя, он показывает, типа, вот, ты зэк, не зэк, он там спрашивает одного раненого, типа, ты же зэк или не зэк, Вагнерец, не Вагнерец, тот не может ему нормально ответить. И еще произносит такую фразу, типа, вот, переодевались в наших. Но проблема в том, что видеозапись, блин, заблюрена, то есть там все заблюрили, и поэтому ты, черт его поймешь, не поймешь, реальная украинская форма или нет. Ну, он говорит, да, он говорит, типа, на словах, ну, что, типа, вот, он говорит, произносит такое, но это как-то слабое доказательство. Или вот другой пример. Мы очень много вчера на летучке дискутировали по, как это назвали, потенциально вторая макеевка, про Кирилловку. И просто один мой коллега прям совсем не согласился вот с таким, с такой подачей, что потенциально вторая макеевка. А почему? Потому что пока что нет ни одного некролога. И я объяснял, почему я решил, во-первых, включить этот материал с фотку, во-вторых, именно таким образом его подать. Объяснял, что мы впервые эту новость встретили еще там в начале февраля, когда это, об этом написал украинский журналист Цеплиенко. Он написал следующее, что мой осведомленный источник сообщил, что в Кирилловке по школе был удар и там погибло много российских военных. На тот момент это было вот одно текстовое заявление без чего-либо вообще, ну, ни с подневых снимков, ни фото, ни видео, ничего, некрологов, вообще ничего. Поэтому я проигнорировал, то есть для себя запомнил, но вообще даже не упоминал нигде. Дальше было сообщение нашего хорошего знакомого, исследователя, который действует под ником Некроманцер, где он показывает фотографию того самого российского военного, предположительно, бурята, стоящего около этого макета скелета человеческого, около какого-то здания. И кто-то ему там в реплаях пишет, типа, о, этот скелет опознали в Кирилловке. И благодаря этому опознали место, где находятся россияне, ударили, и там, типа, было там десятки погибших российских военных. Казалось бы, вот вам второе доказательство, ну, то есть второй источник, который говорит о том же самом, о том же самом событии и тоже о погибших. Все равно посчитал, что, типа, ну, все равно пока недостаточно, подождем некрологи. И уже на третий момент, когда написал об этом Татаригами, о том же самом инциденте, назвал тоже похожее количество возможных погибших российских военных, что это тоже Кирилловка, что это тоже школа. Еще я привел спутниковой снимки, где мы видим, что удар был. Сам факт удара есть. Это удар не выдуманный совсем. То есть какой-то удар был. Вот уже только после этого я решил, что вот на основании трех таких заявлений независимых друг от друга, как я считаю, что независимых друг от друга, можно предположить, то есть мы не утверждаем, но предположить вполне можно, что там были российские военные, и что их потом какое-то количество погибло. может быть не сотни, как ты написал в тексте подводки, но может вполне это могут быть и десятки. И это хорошо ложится в канву нашего вот этого материала про макеевку, текстовую отдельные статьи, о том, что такие инциденты точно будут повторяться. И вот как бы мы видим такой пример. Вот. Это в зависимости от того, что вы пытаетесь доказать, вам нужен разный набор фактов, чтобы у вас была какая-то уверенность, что там какой-нибудь адвокат противника вашего, что он не расколет ваши аргументы буквально вот так вот за секунду. То есть вы должны обладать целым набором аргументов, если он начнете с ним потом дискутировать в суде. Именно исходя из этого мы уже и дальше решаем, типа, убедительно или не убедительно. И как видите, даже внутри команды мы порой не соглашаемся с друг другом, насколько это убедительно. То есть большая часть команды вчера на летучке посчитала нашей, что все-таки я был прав, что можно вот так вот предположить. Один коллега решил, что нет, не прав, недостаточно аргументов было, что нужно было ждать в некрологии. То есть тоже бывает спорно. Понятно. Да, да, я понял. Спасибо за ответ. Еще вопрос. Еще вот по сотке у нас на сегодня все. А, все, я понял. Я думаю, может у тебя там еще дальше что-то есть. Вот. Поэтому простите вас. Сутка сегодня короткая, да. Да. Простите, пожалуйста, за неловкую паузу, дорогие друзья. Если у вас еще есть какие-то вопросы к Руслану, пишите их в комментариях, как вы видите. Он на все с удовольствием подробно отвечает. Да, если хотите рассказать мне, куда мне стоит пойти, можете написать мне в Твиттер. Как же ты на этом циклишься? Есть много людей, которые ценят твою работу. Я понимаю. Нет, нет, важная, важная репарка. Я прекрасно понимаю, что, да, вот всегда создается ложное впечатление, что как будто бы, не знаю, все вот такие агрессивные, эмоциональные, что вся аудитория такая. А на самом деле адекватные как правило не пишут. Ну, в смысле, они молчат, потому что все понимают. Я это все прекрасно понимаю. И даже если представим, что по итогам всех вот таких вот материалов, которые неоднозначно воспринимаются украинской стороной, с нашей стороны материалы, даже если по итогам их, не знаю, СБУ выступит и скажет, что мы, не знаю, агентов СБ и ГРУ, а у нас был такой опыт, уже был в нашей истории, когда Служба безопасности Украины про нас публиковала пресс-релиз, что мы являемся агентами ФСБ и ГРУ. В миротворце тебя нет пока? Пока нет. даже если представим, что и миротворец, включат, объявят там, не знаю, персоны Нонграта, это никак не изменит моего отношения к Украине, к войне. Я по-прежнему на стороне Украины считаю, что она в любом случае должна победить. Абсолютно с этим согласен, абсолютно к этому присоединяюсь, скорейшую победу Украины. Ну а мы с вами встретимся уже завтра в следующей сводке. Спасибо тебе большое, всего доброго, пока. Спасибо большое, что посмотрели. Поддержать команду САЙТИ можно по ссылке в описании, а также можно там же поддержать и этот канал. Ссылка на Патреон прямо в описании к этому видео. Приходите, подписывайтесь, и на этом канале будет больше материалов, больше разборов, больше видеороликов. Этот канал существует за счет вас, поэтому если есть такая возможность, сделайте это. Ну а с вами был Майкл Наки, всего доброго, пока. Субтитры сделал DimaTorzok